МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Владимир Осипов. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Новая коронавирусная инфекция внесла коррективы в работу практически всех отраслей. В первую очередь, индустрия общественного питания, развлечений, туризм, торговля пострадала. Что касается работы дорожной отрасли. Мы не берем сейчас транспорт, мы говорим о дорожной отрасли. Повлияло ли это как-то? Замедляет ли это ход работы? В этом плане дорожная отрасль пострадала, наверное, меньше всего. Нам повезло в этом плане. Мы работаем по плану, я имею в виду дорожную отрасль. У нас достаточно большой план на текущий год, и, соответственно, мы работаем по этому плану. Давайте я расскажу немножко о тех планах, которые у нас на текущий год. По программе безопасной и качественной автомобильной дороги, это основной национальный проект, в котором участвует и наша республика, соответственно, объем работ на текущий год предусмотрен в размере 2 миллиардов 680 миллионов рублей. Практически работы по контрактации уже завершены. Законтрактовано 53 из 54 запланированных объектов. У нас пока не законтрактован один объект, это улица Гражданская, капитальный ремонт, потому что этот объект пока... Проект находится на экспертизе. Остальные проекты, как я понимаю, все экспертизы уже прошли? Они уже законтрактованы. Не только прошли, а уже законтрактованы. То есть уже заключены контракты, и, соответственно, подрядчики приступили к работам. Основной вид работы – это, конечно, ремонт и капитальный ремонт. На текущий год предусмотрено примерно 72 километра капитального и текущего ремонта. Как я уже говорил, это 54 объекта в общей сложности. Это большей частью дороги федерального, республиканского или местного значения? Нет, это дороги регионального значения и дороги агломерации города Чебоксар, в которые входят город Чебоксары, город Новочебоксарск, Маргаушский район и Чебоксарские районы. Кроме ремонта 72 километров дорог, у нас предусмотрена реконструкция дороги Ивана Яковлева. Как завершение – это 2,5 километра практически. Ремонт мостовых сооружений – около 800 погонных метров. Это мост через Суру, это мост через реку Мене, исполнитель тот же подрядчик компании «Волга». И продолжение работы по мосту через реку Сугутка. Кроме этого, строительство наружного освещения в этом году предусмотрено где-то 32 километра наружного освещения. Вот такие большие объемы предусмотрены в этом году. И я думаю, что сейчас работа идет, в общем-то, по плану, без срывов. И у меня такой оптимизм, что все объемы будут завершены в этом году в срок, своевременно и, надеюсь, качественно выполнит работу подрядная организация. – Владимир Михайлович, пока далеко не ушли от темы мостов, вот временно исполняющий обязанности главы Олег Николаев поручил проработать возможность включения в программу ремонта и реконструкции других мостовых объектов, мостовых сооружений республики. О чем в первую очередь идет речь, на что нужно время, на что вы обращаете внимание? – Смотрите, это в рамках, опять же, того же проекта «Безопасная и качественная автомобильная дорога». Со следующего года планируется еще одна программа – это ремонт мостов и путепроводов. Ну, я просто напомню, вкратце, в республике у нас 106 мостов, из них 68 находятся в аварийном состоянии. Ну, вот три моста, которые я уже перечислил, они, конечно, уже сократят количество мостов в аварийном состоянии, но, тем не менее, их еще достаточно много. По многим мостам уже идет работа по диагностике, то есть оцениваем состояние мостов. После проведения такой диагностики будут заказаны первые, то есть проектно-сметная документация, после чего мы, соответственно, будем уже просить финансирование по этим проектам. Ну, я скажу так, что уже у нас в работе на следующий год четыре моста, три моста и один путепровод. Поэтому мы в этом году завершим проектно-сметную документацию и заявимся уже на финансирование на следующий год. Поэтому, как бы, мы входим в эту программу со следующего года. Уважаемые телезрители, готовить к программе Министерство транспорта и дорожного хозяйства объявила сбор вопросов. То есть вы могли обратиться в соцсетях к ведомству и поинтересоваться там судьбой того или иного объекта. То есть по мере нашего разговора я постараюсь вставлять эти вопросы в наш диалог. И вот буквально сразу же первый. В прошлой передаче, когда мы с вами встречались, вот в прошлом квартале, тоже был вопрос про дороги в Ибресенском районе, и сейчас вновь интересуется дорога Калинина, Яльчика, Яльчики, Батрево в Ибресенском районе вся в трещинах и огромных ямах. Порядка 8 километров дороги в очень плохом состоянии. Когда ее отремонтируют и который год обещают, но вот пока никак не войдет это в программу. – Значит, в самом Ибресенском районе региональных дорог порядка 93 километров. Вот, кстати, это была тема прошлой передачи, по-моему, да? Там как раз указывались о том, что, значит, дороги разрушены, выбоины, ямы, и, соответственно, они находятся в ненормативном состоянии. С тех пор, просто я освежу вот эту информацию, с тех пор проведена на дороге Аниш, значит, проведена работа по ямочному ремонту. Значит, на участке, я просто вот по километражу помню, 86-96, это дорога Аниш, 86-89 километр и 89-92 километры был ямочный ремонт сплошной картой. Но, конечно, это не решило всей проблемы. Я просто напомню, что вот на этой дороге, по этой дороге планируется на следующий год капитальный ремонт. Это из границы Ибресенского района в сторону Ибресь, это километр 83-й, под 96-й километр. Планируется капитальный ремонт этого участка. Проект уже готов, и в этом году мы будем его торговать. Ремонт обойдется этой части порядка, пока не могу сказать, потому что еще проект готов, пока еще не прошли экспертизу. Я поэтому не могу сказать основную сумму. Если вы торгуете его в этом году, в этом году же он и будет отремонтировать? Нет, нет, нет. Мы только приступим к работе на следующий год. А вот что касается другой дороги, Калинина-Яльчиков-Батырева, мы там говорим о 42-м, 50-м километре, а вот здесь вот уже проект готов на капитальный ремонт. Сумма ремонта или капитального ремонта составит порядка 390 миллионов рублей, но капитальный ремонт пройдет только в следующем году. Также в следующем году продолжение вот этого участка, уже 50-й, 56-й километр, тоже будет произведен капитальный ремонт на сумму 74 миллиона. То есть сейчас этот участок тоже запроектирован, и на следующий год мы проведем эти работы. Вот волнует судьба участка дороги Березовка-Кудеев. Кудеиха, выезжаешь с Ибресь по Березовской дороге, и ее просто нет, одни ямы. В прошлом году посыпали белым камнем. Толку никакого, он весь рассыпался, нужен новый асфальт. Вот на этом участке дороги, насколько я помню, это 11-й, 11-й километр, значит, Ибреси-Березов-Кудеиха, 11-й километр по 24-й. В этом году уже ведет ремонт у компании ТУЗ, там порядка 6 километров. И еще там есть уже готовый проект, следующие 7 километров на этом же участке, в общей сложности получается 13-14 километров. В этом году, скорее всего, ТУЗ даже завершит весь объем. Там два участка, как я сказал, это 115 миллионов рублей и 174 миллиона рублей. Но я думаю, что сил у компании ТУЗ хватит, и до конца года вот эти 13 километров они завершат в ремонте. Кроме этого, значит, есть участок с нулевого по пятый километр, начало этой дороги. Там в 22-м году будет ремонт, но там сумма незначительная. Где-то ремонт, это текущий ремонт на 5 миллионов рублей. Вот один из телезрителей, Иван Кирюхин, приводит слова секретаря Совета Безопасности Патрушева, который так отозвался о состоянии дорог в регионах, в том числе и в Чувашии. Наихудшая ситуация наблюдается в Саратовской, Пензенской областях и Чувашской республике. Низкое качество дорожного покрытия зачастую является не только следствием халатности должностных лиц, но и следствием коррупционных и мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств, выделяемых на ремонт и строительство дорог. Вот так считает Патрушев. Он обратился с просьбой к главам региона удержать на постоянном контроле выполнение региональной программы по обеспечению безопасности дорожного движения. То есть что вы можете сказать? Наверное, все-таки я не соглашусь с тем, что мы вошли в какой-то список наихудших дорог, потому что я знаю состояние наших дорог, знаю состояние дорог в других областях, в других регионах. Поэтому, может быть, это какой-то чисто субъективный такой взгляд. Но, тем не менее, я отвечу так. Вот при реализации программы безопасной качества на автомобильной дороге, конечно, контроль ужесточился в несколько раз. Я еще раз напоминаю о том, что контроль проходит буквально на трех-четырех уровнях. Это куратор, который выезжает на этот участок. Это лаборатория технической службы, которая проводит лабораторный анализ. Это строительный контроль. Ну и в конце концов, не надо забывать, что в последнее время граждане стали очень активными. И проявляется общественный контроль. И депутат выезжает на участки, и общероссийский народный фронт. Поэтому... Ну и просто вот такие неравнодушные люди. Да, да, да. Но это хорошо, что вот такие люди неравнодушные. Значит, они переживают за свою дорогу, о том, как тратятся деньги. Это совершенно правильно. Поэтому сейчас контроль... Я просто хочу доложить о том, что контроль ужесточился в несколько раз. Что касается коррупционных схем, их, наверное, невозможно им полностью как-то обойти. Но, во всяком случае, сейчас вот за тот короткий промежуток, что я работаю министром, я пока вот не наблюдаю вот таких схем в дорожной отрасли. Юрий Григорьев просит обратить внимание на дорогу Хучель-Ямурза Канарского района. Невозможно ездить. Люди объезжают ямы по обочинам. Адекватного ремонта не было тоже уже много лет. Мы вновь возвращаемся к той же теме, что ограничиваются полумерами. То есть где-то что-то подсыпали, где-то что-то подлатали. Ровно через сезон все пришло опять в первоначальный вид. Почему у нас не получается ремонтировать раз, и, ну, если не навсегда, то хотя бы лет на 15? Ну, может быть, от того, что просто не хватает совсем денег на все, чтобы сразу это ремонтировать. Что касается вот данной дороги, насколько я помню, эта дорога местного значения была. И в прошлом году ее передали на баланс республики. Во всяком случае, казенное предприятие Чувашу Продор, которое сейчас является балансодержателем этой дороги, я знаю, что проводят диагностику. Соответственно, потом будет заказана проектная документация, пиры. И, соответственно, на следующий год или через год будем выносить на торги. И я думаю, что через 2-3 года мы приведем эту дорогу в нормативное состояние. Тем более протяженность этой дороги, сейчас я могу ошибаться, но это где-то 5-6 километров, по-моему, не больше. Нет, ну, вполне достаточно для того, чтобы, например, угробить новую машину. Но перспектив есть в том плане, что сейчас, еще раз, передали на баланс республики. И, соответственно, уже идут работы по подготовке проектной документации. Ну, диагностика, во всяком случае, уже прошла. – Кстати, Владимир Михайлович, вот вы сказали о том, что вы не согласны с оценкой Патрушева. А как вы сами оцениваете состояние дорог в Чувашии? – Давайте вот я приведу вам такие цифры. Региональные дороги – это раньше назывались они республиканские дороги. Их у нас 1500 километров. Я сейчас про федеральные не говорю, они потому что содержатся намного лучше, чем региональные, чем местные дороги. Потому что там и финансирование больше. У нас 1500 километров региональных дорог. В нормативном состоянии, наконец, от текущего года будет примерно 46 процентов от 1500 километров. Я считаю, что это, в принципе, уже неплохой результат. Но, к сожалению, местные дороги у нас разбиты, убиты. Это я вынужден признать. Потому что этих дорог у нас порядка 10,5 тысяч километров. И они находятся… Из этих 10,5 тысяч километров примерно 26-28 процентов только находятся в нормативном состоянии. Но основной проблемой все-таки – это нехватка финансирования. Мы не можем охватить все дороги, которые необходимо отремонтировать при всем нашем желании. Мы не можем просто охватить. Но, скорее всего, это основная причина, что не хватает денег. Каким-то образом будут сдвинуты акценты на ремонт, допустим, дорог внутренних, местного значения? – Да, мы сейчас планируем. И мы, в принципе, продумываем такую программу, планируем такую программу, где упор будет делаться на местной дороге. Но нам нужно пережить вот это немножко смутное время, связанное с распространением инфекции. Когда экономика заработает в нормальном режиме, когда бюджет пополнится финансами, наверное, чуть позже мы вернемся к этой теме. Но, наверное, часть дорог, после завершения уже проекта «Безопасное качество на автомобильной дороге», часть дорог надо передавать с муниципалитетов на республиканский уровень. Но сейчас мы не можем тоже объяснять почему. Когда начинался вот этот проект «Безопасное качество на автомобильной дороге», за точку отчета взяли конец 2018 года. На тот момент было у нас 1500 километров региональных дорог. И вот, соответственно, Министерство транспорта и дорожного хозяйства при финансировании учитывали именно вот эту протяженность – 1500 километров. Но, опять же, если мы сейчас передадим дороги местного значения в республику, мы не сможем войти в те контрольные цифры, потому что после завершения вот этого проекта «Безопасное качество на автомобильной дороге» нормативное состояние республиканских дорог у нас должно составить не менее 50%, а по Чебоксарской агломерации не менее 86%. Но после завершения вот этих программ мы к этой теме вернемся еще. – Давайте теперь обсудим работу перевозчиков, то есть работу транспорта. Понятно, что вот как раз в это направление коронавирус все-таки внес изменения, причем достаточно жесткие. – Изначительно. – Местами даже жестокие. Вот как сейчас обстоят дела. То есть очень много вызывало вопросов, нареканий, то, что сокращение графика работы, сокращение количества транспортных единиц на маршрутах. Сейчас вот какая ситуация? – И очень напряженно. Это связано с тем, что пассажиропоток упал в связи с введением ограничительных мер. На сегодняшний день пассажиропоток упал приблизительно на 70%. Это значительно потеря выручки у перевозчиков. Кроме того, мы вынуждены были прекратить пассажирские перевозки по межмуниципальным, межгородским маршрутам. Правда, оставили с ограничениями были маршруты пригородные у нас, с ограничениями по времени. Сейчас мы, правда, восстановили все, они в полном объеме работают. Но те ограничения, которые были введены между межгородских маршрутов, они до сих пор у нас еще есть, эти ограничения. Их не сняли. Это в первую очередь. Кроме межмуниципальных, очень сильно пострадал и муниципальный транспорт. Мы возьмем троллейбусное управление. Они же работали, в общем-то, по тому графику, который был установлен. А пассажиропоток, как я уже сказал, упал на 70% практически. Выручка сократилась. И поэтому этот электрический городской транспорт находится наиболее в таком тяжелом... В уязвимом положении. Да, в положении находится. Выросли долги по заработной плате, выросли долги за электроэнергию. Сейчас, конечно, мы ведем работу. Я имею в виду, мы – это министерство транспорта, это город. Потому что это муниципальное предприятие, их. Мы ведем работу с энергосбытом, ведем переговоры по поводу реструктуризации вот этого долга за электроэнергию. Соответственно, ведем работу с целью привлечь дополнительное финансирование. Так как все-таки бюджет Чувальской республики достаточно ограничен, больших возможностей нет. Мы пытаемся сейчас привлечь те меры поддержки федерального значения, которые были объявлены на федеральном уровне. Поэтому работа идет, например, с троллейбусным управлением очень плотная. А что касается остальных перевозчиков, там проблем еще очень много. Пока вот именно оказывать какую-то такую полноценную помощь не удается. Я знаю, что у перевозчиков, например, накопились долги по заработной плате, по лизинговым платежам. Соответственно, выпавшие доходы. И если брать в целом по республике, вот на конец мая эта сумма, она чисто приблизительно, она была около 200 миллионов рублей. А на конец мая, я сказал на конец мая, на начало мая. А на конец мая мы цифры обновим, будем видеть реальную ситуацию. Наверняка меньше не станет. Я думаю, что станет больше. Ну и, конечно, будем предпринимать все-таки шаги по тому, чтобы помочь перевозчикам. Каким образом можно это сделать? Здесь, конечно, федеральное правительство объявило достаточно много мер поддержки. Но вот самые такие, я бы сказал, значительные, на которые можно было обратить внимание, это в первую очередь кредиты на заработную плату, беспроцентный кредит, который может получить перевозчик, например, беспроцентный кредит на 6 месяцев. Есть программы по налогу. Опять же, это гранты по заработной плате. Можно получить грант на 2 месяца беспроцентный. Также сейчас вот с 1 июня открывается программа 2-процентный кредит, который, кстати, могут получать не только малые предприятия, но и все предприятия. 2-процентный кредит на пополнение оборотных средств. И там высчитывается таким образом, например, количество сотрудников умножается на МРОД на 12 130 рублей, умножается на количество меньше 6 месяцев. И вот по этой программе, про которую я сейчас сказал, 2-процентный кредит, там принято правительственным такое решение о том, что если через год в данной компании количество сотрудников будет не меньше 90% от прежнего состава, то кредит может исписаться этот. Вот такие меры поддержки есть. Надо просто воспользоваться этим мерами поддержки максимально, конечно. То есть я правильно понимаю, что все меры, которые предусмотрены для поддержки малого и среднего бизнеса, в равной степени относятся к переводчикам, которые подпадают под эту категорию? Да, конечно, потому что многие из них относятся к субъектам малого предприятия или среднего предприятия. То есть надо просто быть в курсе, внимательны к этому относиться? Другое дело, что, скорее всего, смотрите, я вот приводил формулу, там же количество сотрудников. Может быть, у переводчиков многие водители или многие сотрудники не оформлены официально, и поэтому эта формула может не сработать. Но кроме этого есть формы поддержки, такие как, например, отсрочка арендной платы, отсрочка проверок и все прочее. То есть форм поддержки достаточно много. Нужно просто выбрать для себя по сфере деятельности, к какому акведу ты относишься, и, соответственно, использовать те меры поддержки, которые есть. Денис Ральченко предлагает вернуться к до коронавирусным временам. Обещали, что на покупку новых троллейбусов будет выделен 1 миллиард рублей. Скажите, какая ситуация с закупкой нового электрического транспорта? То есть вообще сейчас насколько уместно об этом говорить? Знаете, мы тоже, в общем-то, были так напряжены. Дело в том, что эту сумму как бы планировал федеральный правительство забрать в резервный фонд. Но я вот буквально на этой неделе общался с Минпромторгом. Через это министерство сумма предусмотрена для финансирования этого проекта. Есть надежда. И вот на следующей неделе как раз я с этим вопросом выезжаю в Москву, в Минпромторг, буду встречаться. Поэтому я так пока, может быть, осторожно, оптимистично говорю, что все-таки программа еще пока в силе, и на 90% ее можно будет в этом году реализовать. Вопрос не закрыт. Нет, не закрыт. Если мы получим те обещанные суммы, которые, в общем-то, нам обещали, это миллиард 172 миллиона от федерального правительства, то мы, в принципе, можем достаточно хорошо обновить троллейбусный парк. Это, во всяком случае, более 60 новых троллейбусов можем приобрести. – Владимир Михайлович, сейчас в Чувашии есть только один вид проездного билета на троллейбус, и тот хотят сделать элементированным по количеству поездок. Вот рассматриваются ли еще какие-либо варианты? Например, это однодневные троллейбусы, ой, однодневные проездные, там на определенное число поездок, ну, по аналогии с московскими или с другими городами, на несколько видов транспорта? – Пока нет. Вот на текущий момент нет. То есть пока будет действовать вот этот проездной на один месяц. То есть без ограничения количества поездок. Ну, а дальше, опять же, будем смотреть на то, как будет складываться ситуация, и, соответственно, надо всегда вносить какие-то изменения в лучшую сторону. Поэтому я, как бы, думаю, что мы к этому вопросу вернемся несколько позже, может быть, осенью, и будем рассматривать вопросы, опять же, о внедрении единого билета, например, на все виды транспорта. Но сейчас, вот пока, вот в данный момент, это не совсем своевременно. – Когда возобновятся междугородние перевозки, интересуются телезрители? – Ну, вы же знаете, для того, чтобы снять те ограничения, которые на сегодняшний день у нас есть и в республике, и в стране, необходимо соблюсти там несколько, добиться нескольких контрольных цифр. В первую очередь, это, конечно, коэффициент заболеваемости должен быть меньше единицы. Вот сегодня сообщили, что мы уже 0,9, то есть мы проходим. Потом, значит, количество тестов должно быть не менее 70 на 100 тысяч человек. – Ну, поэтому мы изначально показатели проходили. – Мы единственное, что пока не проходим по поводу коек, больничных коек, которые должны быть как бы забронированы. Поэтому показатели мы пока не проходим. Но я думаю, что в ближайшие недели ситуация изменится, и мы повторно вернемся к этому вопросу, и вот в ближайшее время возобновим междугородние перевозки. – Владимир Михайлович, кстати, вы отслеживали ситуацию. Вот перевозчики сами, водители, кондукторы, да, сотрудники транспортных всех компаний, они насколько хорошо себя чувствуют? То есть каков процент заболеваемости среди них? – У меня, к сожалению, таких цифр нет, к большому сожалению. Но вот, знаете, я вечером иногда пользуюсь тоже общественным транспортом, например, еду домой там. К большому сожалению вижу, что не все водители даже соблюдают те меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Не все соблюдают масочный режим. Конечно, мы про полтора метра санитарных норм друг от друга мы, конечно, не соблюдаем. Но вот такие элементарные нормы, как, например, масочный режим, я думал, что водители должны соблюдать. Но, к сожалению, нет, не соблюдают. Я вижу, что многие водители или не носят масок, или же маски, вот они просто опущены, то есть не играет никакой. Они, как правило, на зеркале заднего вида попадаются в основном, на ГАИшниках. Но, опять же, все зависит от нас, от нашего, наверное, восприятия всего этого. Если водитель ответственный, если он ответственный за себя, за свою семью, за пассажиров, он, конечно, не будет пренебрегать вот этими мерами. Вы пытаетесь их контролировать? Но я знаю, что у вас проводятся рейды. Насколько они эффективны? Да, рейды проводятся. И, соответственно, мы выносим предписание, направляем предписание перевозчикам с предупреждением о том, что могут быть отозваны свидетельства или иные другие меры воздействия. Ну, то есть мы это отслеживаем. И в завершение, Владимир Михайлович, как вы считаете все-таки, когда дорожно-транспортная отрасль сможет вернуться к работе в прежнем, обычном режиме? Когда мы восстановим все графики движения? Когда у нас все маршруты опять возобновятся? Смотрите, с 1 июня у нас первый авиарейс уже. Москва-Чебоксары, Чебоксары-Москва. Но я не думаю, что на самом деле все быстро восстановится. По самым таким прогнозам, но это опять же из пресса, из интернета, по тому, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса. Предполагается, что пассажирские перевозки восстановятся не раньше сентября месяца. И, кстати, сюда включают авиаперевозки, и железнодорожные перевозки тоже сюда включают. То есть не раньше сентября планируют. Поэтому время еще как бы достаточно сложное, и надо его пережить, в таких сложных условиях выжить перевозчикам. Поэтому крепитесь, держитесь. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня у нас в студии был министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов. Спасибо за внимание. Всего доброго. Берегите себя. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»